Вести борьбу за чистоту придомовой территории уже нет сил, рассказывает Надежда Николаевна Гончарова. Только отъедет мусороуборочная машина, как на газоне, вновь появляются бытовые отходы этого оживленного района. В этих квартирах люди живут и, естественно, выносят мусор. У них нет ничего своего, ни контейнера, я наверняка думаю, это сожженят. И они вот организовали несанкционированную свалку. Улицу Краснозеленых обслуживает Сити Кристалл. По графику и без него. Вот как сейчас по звонку заявительницы. Оставить гнить мусор на жаре, значит вновь подвергнутся критике тех самых жителей, что сами наплевали на правила. В летний период количество мусора в разы увеличивается. У нас существует приложение к договору, доп. соглашение к договору. Об этом местные люди все знают. То есть те люди, которые содержат дополнительно квартирантов или отдыхающих в летний период, обязаны производить доплату за своих людей, которых они содержат по соответствующим тарифам, принятым постановлением главы города. Тариф на данный момент 188 рублей с человека. Но, однако же, с этого района, улица Краснозеленых, где мы находимся, значит никто еще не подошел в офис и не оплатил. Анна Васильевна работает контролером, ходит по квартирам и убеждает собственников заключить договор с мусороуборочной компанией. Здравствуйте. Откройте, пожалуйста. Кто это? Мастер сети Кристалла беспокоит. Откройте, пожалуйста, дверь. Не понял. Кто вы? Организация по вывозу мусора. Вот мое удостоверение. Откройте, пожалуйста. Нет, мы заняты. Что это за организация по вывозу мусора? Возьмите удостоверение, посмотрите. Я не хочу смотреть. Вот так происходит почти всегда. Для собственников таунхаусов и квартир в новостройках 200 рублей в месяц траты ненужные. А для пенсионерки Надежды Николаевны это обязательные расходы. Говорит, договор оплатила на год вперед. Я говорю, вот эта вот женщина напротив живет. Я говорю, как же вы так? Вы здесь живете? Зачем же вы тут гадите? Она сказала, я живу здесь с 62-го года. Жила, живу и буду жить. Носила, выносила сюда мусор, выношу и буду. И нецензурная брань. Однозначно должны работать квартальные с населением. Это их работа. Будем прорабатывать вопрос вот с этими многоквартирными давами, у которых нет контейнерных площадок, которые тоже сюда сносят. Ну, в принципе, и работать с организацией, чтобы не сбивался график вывоза мусора. В ответ на жалобу Анапчанки на нарушителей будут воздействовать не только методом убеждения, но и принимать более эффективные меры – штрафовать. Продолжение следует...